Добрый день, дорогие шестиклассники! Мы продолжаем с вами изучение темы строения жизнедеятельности организмов. Вы уже знаете о таких процессах, как движение, питание, дыхание, транспорт веществ по организму. На прошлом уроке вы познакомились с такими процессами, как опыление и двойное оплодотворение у цветковых растений. То есть вы изучали процесс размножения. Обратите внимание на слайд. Здесь мы видим с вами уже случившийся процесс опыления, когда пыльца попала на пестик, и по образовавшейся пыльцевой трубке спускаются две мужские гометы, два спермия в сторону женской яйцеклетки и центральной клетки. На втором рисунке мы видим с вами уже случившееся двойное оплодотворение. Первый сперми слился с яйцеклеткой, образовалась зигота, из которой развивается зародыш. Второй сперми сливается с центральной клеткой и образуется эндосперм. Еще на прошлом уроке вы выяснили, что эндосперм это запас питательных веществ для развивающегося зародыша. Из стенок семя почки или семя зачатка развивается семенная кожура. Таким образом, в результате двойного оплодотворения получилось семя. Из стенок завязи получается околоплодник, который дополнительно защищает семя и в результате формируется плод. Плод состоит из семени и околоплодника. Плод это генеративный орган, видоизмененный после оплодотворения цветок. Таким образом, цель нашего урока сегодня изучить особенности строения и разнообразия семян и плодов. Начнем со строения семени как части плода. Мы уже с вами знаем, что семя состоит из зародыша, эндосперма и семенной кожуры. Зародыш образовался из зиготы. Это мы уже хорошо помним. Из чего же состоит зародыш? Зародыш это зачаток организма. Это маленькая копия взрослого организма. Поэтому, естественно, у зародыша растения должны быть все части именно самого растения. Таким образом, зародыш семени состоит из корешочка, стебелечка, почечки и листочка. Только все уменьшительно-ласкательно называется. И теперь внимание, ребята, появляется новый термин. И это термин семидоли. Запомните и обратите на это внимание, что зародыш в листочке иначе называется семидоли. В семенах растений семидоль может быть одна или две. Мы к этому еще с вами вернемся. Эндосперм образовался при слиянии второго сперми и центральной клетки и является запасом питательных веществ для зародыша. Это тот набор белков, жиров и углеводов, которые будут необходимы для того, чтобы сформировалось новое растение. И семенная кожура, она образовалась из стенок, из покровов семя зачатка и выполняет защитную функцию. Я вам предлагаю здесь страницу вашего учебника. Красным квадратом здесь обведена как раз та часть параграфов, которые сказаны о том, о чем вы сейчас с вами проговорили. Вы сможете дополнительно это прочитать. Еще обращаю внимание на рисунок 5.45. С этим рисунком я хочу с вами поработать. Но на этом рисунке уже сделаны обозначения. Мы с вами начнем самостоятельно. Итак, семена. Мы уже видим с вами, что семена бывают разные. Нам предлагается для сравнения семя пшеницы и семя фасоли. Различие семян прежде всего исходит из количества семидолий, мы об этом уже с вами помним, в их строении. Поэтому семена бывают однодольные, это семя пшеницы, и двудольные семя фасоли. Сначала разберемся с семенем пшеницы. У семени пшеницы четко выражена семенная кожура, мы ее видим, это оболочка. Внутри большую часть семени занимает эндосперм, и ниже располагается зародыш. Он здесь обозначен зеленым цветом. Какие же части зародыша и как они расположены? Обратите внимание, под цифркой 1 это будет корешок, под цифрой 2 стебелек, 3 почечка и 4. Вот они семидоли или листочки, как мы уже договорились, мы это с вами запомним. Что касается семени фасоли, здесь немножечко по-другому, поэтому максимально внимание. Семенная кожура, здесь все понятно. Теперь эндосперм я пропускаю, и теперь обратите внимание, все оставшееся содержимое семени и является зародышем. Под цифрой 1 мы видим корешок, под цифрой 2 стебелек, 3 почечка и 4.2 семидоли. Они в итоге оказываются довольно большими, потому что на ранних этапах развития семени зародыш поглощает в себя весь эндосперм и как отдельной структуры эндосперма нет. Что мы видим с вами таким образом? Семена отличаются по количеству семидолий, по их размерам маленькая семидолия, две большие семидоли и по месту расположения питательных веществ. У однодольного семени эндосперм располагается отдельной структурой вне зародыша. У двудольного семени эндосперм поглощается на ранних этапах, и поэтому отдельной структурой мы его не видим, он является уже частью зародыша. Вот эти моменты обязательно нужно запомнить. Продолжаем изучение плода. Напоминаю вам, что плод это генеративный орган, образовался в результате двойного оплодотворения. Семя мы с вами рассмотрели, остается поговорить про околоплодник. Околоплодник выполняет защитную функцию и функцию распространения семян. Какое же разнообразие плодов? Как можно классифицировать плоды? Мы можем их классифицировать, как вкусные, невкусные, красивые, некрасивые, но существует и научная классификация. По количеству семизачатков. Вот этот рисуночек нас преследует из слайда в слайд, потому что он для нас очень важен. Обратите внимание, что внутри этого пестика находятся два семизачатка. Соответственно, внутри плода, который будет образован из данного пестика, будет два семени. Итак, плоды будут различаться по количеству семян, которые образуются из семизачатков. И по консистенции околоплодника плоды могут быть сухие, сочные. По количеству семян односеменные и многосеменные. Классификации плодов существует очень много. Вы сможете прочитать это вот в этой части параграфа, который я обозначила здесь таким овалом. Но мы с вами останавливаемся еще раз на классификации, что плоды бывают сочные и сухие, одно и многосеменные. Каждый плод имеет свое название. Мы собираем это вот в такую табличку, которую желательно потом будет переписать вам в тетрадь. Итак, сочный односеменной плод называется костянка. Это как раз тот плод, на примере которого мы изучали с вами всю тему. Сочный многосеменной ягода, когда многосемян располагаются в мякоти плода. Сухой односеменной зерновка, семянка и орех. Хочу обратить ваше внимание на сравнение зерновки и семянки. Как их отличить друг от друга? У семянки слои околоплодника легко отделяются от семени. У зерновки такое произойти не может. То есть прочное срастание слоев околоплодника с семенем. Сухой многосеменной боб, стручок, стручочек и коробочка. Хочу обратить ваше внимание на сравнение плодов боб и стручок. Чем они друг от друга отличаются? Зачастую мы с вами в быту горох называем стручком, хотя на самом деле ботанически это неправильно. Посмотрите, пожалуйста, при раскрывании слоев околоплодников боба мы видим, что плоды, семена находятся на створках околоплодника, а у стручка внутри находится еще центральная пластинка, на которой располагаются семена. Это принципиальное отличие. Примеры растений, которым принадлежат данные плоды, вы можете также найти в тексте учебника. Мы обратили внимание с вами на то, что плоды действительно очень разные, отличаются они прежде всего строением околоплодника. Для чего это необходимо? Для того, чтобы семена успешно распространялись и расширяли ареал обитания растения. Соответственно, у растений, у плодов появляются различные приспособления для распространения ветром, животными, самораспространению и распространению водой. Давайте проверим, насколько вы усвоили сегодняшний материал. Я вам предлагаю несколько вопросов. Первый вопрос. Сочный многосеменной плод – это костянка, коробочка, ягода или стручок? Следующий вопрос. Из оплодотворенной яйцеклетки растений образуется семя, зародыш, эндосперм или околоплодник? Следующий вопрос. У покрытосеменных растений из центральной клетки образуется эндосперм, зародышевый побег в семени, мякоть плода или оболочки семени? Четвертый вопрос. Семя покрытосеменных растений защищено кутикулой, зародышевым мешком, эндоспермом или околоплодником? Пятый вопрос. Необходимо установить соответствие названия плода и его характеристика. Костянка, орех, семянка и ягода – это сочные или сухие плоды. В качестве ответа у вас должна быть последовательность цифр. Шестой вопрос. Установить соответствие между названием плода и его характеристикой. Плоды – зерновка, стручочек, семянка, коробочка – это односеменные или многосеменные плоды? В качестве ответа порядок цифр. И седьмой вопрос. Вам необходимо из предложенных рисунков найти лишние. Я надеюсь, вы справились с этим заданием. На экране предлагаются вам ответы. Вы можете сами себя проверить и поставить себе отметку за урок. Сегодня на уроке мы с вами повторили двойное оплодотворение у покрытосеменных растений, изучили строение и разнообразие семян и плодов, способы распространения семян и плодов. В качестве домашнего задания вам предлагается изучить параграф 48. Для настойчивых – определить типы плодов, изображенных на рисунке в учебнике, потому что мы не все с вами озвучили, и сделать дополнение к таблице «Классификация плодов». Для любознательных – чем же на самом деле являются орехи, такие как кокосовые, кедровые, грецкие? Постарайтесь найти ответы на эти вопросы. Урок закончен. Всего доброго! Здравствуйте, дорогие шестиклассники! Сегодня мы с вами поговорим об очень интересных событиях. Обратите внимание, пожалуйста, на экран. Я думаю, что все вы догадались, что речь сегодня пойдет об очень интересном народе – монголы. И мы будем говорить с вами о монгольской империи и о тех изменениях, которые произошли на карте благодаря возникновению этого государства. Карта, которая перед вами, она показывает, как быстро монголы сумели покорить новые народы и сумели установить свою власть. Я думаю, вы, конечно, удивились. И сегодня наша задача – узнать, как же все начиналось и как это было. Сегодня необычный урок, поэтому мы начинаем с домашнего задания. Нашим помощником и во время урока, и при подготовке домашнего задания станет наш учебник. Параграф номер 15, в котором вы должны будете для себя отметить новые понятия. Они указаны на слайде. Пожалуйста, поработайте с хронологической таблицей. Я надеюсь, что вы помните, что это запись событий по годам, с указанием фактов и последствий, которые имели события в истории. А также, пожалуйста, поработайте с самой картой, потому что завоевание и образование государств невозможны без карты. Итак, XIII век. На севере от Китая находились замечательные племена, которые занимались, согласно природным условиям, вы, я думаю, понимаете, это кочевым скотоводством и охотой. Эти племена именовались монголы, татары и новое название для вас – кореид. Все племена жили разрозненно. Однако к началу XIII века нашелся человек, который сумел объединить все эти племена и заставил их жить в одном государстве. Этого правителя звали Тимучин. Рано оставшись без родителей, попав в плен, он вынашивал идею о том, каким же должно быть государство. И представьте его мысли. «Счастливее всех на земле тот, кто гонит разбитых им неприятелей, грабит их добро, скачет на их конях, любуется слезами людей им близких». Так думал Тимучин. Тимучин – великий полководец. И в 1206 году на Курултае, обращаю ваше внимание, что это новое слово, на съезде знати его именуют Чингисханом. Если вы посмотрите в учебник, то вы найдете там объяснение, что Чингисхан – это небесный хан. Чингисхан мечтает, что его государство будет могущественным, и для этого он предпринимает целый ряд мер. Прежде всего, он создает десятичную систему устройства своего государства. Посмотрите, пожалуйста, государство и войско устроены были фактически идентично, идентично одинаково. Во главе десяти тысяч стоял темник, затем шел тысячский, сотник и, наконец, десятник. И, естественно, все находились в строгом подчинении. Порядок в государстве был военный. Наказывались очень строго те, кто не выполнял законы государства. Если нарушал порядок в бою один или бежал с поля боя, его, естественно, казнили, но вместе с ним казнили и весь десяток. То же самое касалось и сотни. Представьте себе, ребята, насколько были суровы порядки в новом государстве, который основал Чингисхан. Посмотрите, пожалуйста, на карту. Карта говорит о многом. И если вы снова обратитесь к нашему учебнику, у вас есть подобная карта на странице 8. Карта говорит нам о том, что Чингисхан успешно завоевывал соседние страны. Он покорил Китай. Посмотрите, пожалуйста, покорил Бурятов, Якутов. Он продвигался дальше. Покорил всю Северную Азию. Покорил новые страны, такие, как Туркестан, Семеречие. И, конечно, он отправляется в Хорезм, который также ему покоряется. Но я думаю, вы понимаете, что такому могущественному войску, как войска Чингисхана, действительно покорялись все. Он вошел в Азербайджан и, наконец, он приблизился к границам нашей родины. 1223 год. Состоялась первая встреча наших с вами предков с этим могущественным воином. Сразу хочу оговориться, что вы найдете информацию в учебнике, что сам Чингисхан в битве на Калке, которая состоялась в мае 1223 года, участие не принимал. Он направил туда великолепных полководцев, темняков Джибе и Субедея. И вот здесь возникает вопрос, на который мы с вами должны ответить. Почему же Чингисхан, выиграв битву на Калке, не пошел дальше? Оказывается, возвратившись в Волжскую Булгарию, Чингисхан встретил там впервые сопротивление. Волжские булгары, узнав о том, что к ним идет могущественный воин, они подготовили ему засады и дали отпор. Чингисхан возвращается в Освояси. А мы с вами возвращаемся к нашим работам, которые ждут нас дома. Это хронологическая таблица. Ориентировочно она должна выглядеть у нас именно вот таким образом. Битва на Калке. Посмотрите, пожалуйста, три князя, три Мстислава принимали участие в этой битве. И вы скажете, почему же битву русичи проиграли? Да потому что каждый думал только о себе. Лишь Мстислав удалой пересек реку Калку и вступил в бой непосредственно с противником, с монголами. Остальные князья просто наблюдали. Битва была проиграна. Если мы посмотрим последствия этой битвы, то мы увидим, что, конечно, в истории есть такое выражение «Пир на костях». Чингисхан положил князей и воинов русских, наших с вами великих воинов, и монголы пировали на этом помосте. В 1227 году Чингисхан умирает, но он оставляет завет, в котором говорит, что нужно продолжать походы и нужно завоевать весь мир. Его завет продолжит князь хан Батый, его внук. И, ребята, конечно, вы должны, готовясь к выполнению домашнего задания, читая учебник, подумать над тем, а почему же монголам в 13 веке удалось завоевать весь мир впоследствии? Да потому что монголы везли себя очень жестоко. Они захватывали лучших ремесленников, они выбирали все то лучшее в военных находках, в покоренных землях. И если вы посмотрите на слайд, то они перенимали и тараны, и осадные башни для своих завоеваний. Что же произошло в результате? Историческое наследие Монгольской империи. Оно имеет плюсы и минусы. Посмотрите, пожалуйста. Плюсы — это то, что разные народы стали общаться друг с другом. Это то, что появился новый вид сообщения — это почта. Ну а минусы — это то, что, конечно, характерно для современного мира. Это гибель людей, это уничтожение хозяйства, это новые болезни. Работая над домашним заданием, я думаю, что каждый из вас прочтет материал дополнительный, прочтет источники информации, которые даны и в нашем учебнике. Я желаю вам успешного познания Монгольской империи. Я верю в вас, ребята. Все у вас получится. Спасибо. Добрый день, уважаемые ребята. Мы сегодня продолжим с вами изучать математику в шестом классе. На сегодняшнем уроке я вам предлагаю вспомнить основной теоретический материал по теме пропорция. Как нам уже известно, что пропорция — это равенство двух отношений. В буквенной записи пропорция может быть записана в таком виде или в таком виде. Для каждой пропорции существует понятие крайних членов и средних членов. Напомню вам, что А и Д — это крайние члены пропорции, А, Б и С называются средние члены пропорции. Существует основное свойство пропорции, которое помогает нам с вами решать пропорцию, а именно, произведение крайних членов равно произведению средних членов. Поэтому давайте вспомним, как это на практике применяется. Вашему вниманию предлагается решить следующие пропорции. Решить пропорцию — это означает найти неизвестный член пропорции. Первая пропорция. Х так относится к 7, как 9 относится к 2. Неизвестен нам крайний член пропорции. Используем основное свойство пропорции. Произведение крайних членов равно произведению средних членов. Решая несложное уравнение, мы с вами находим, что х будет равняться 63 деленное на 2, то есть х равно 31,5. Ответом является число 31,5. Рассмотрим вторую пропорцию. 2 так относится к А, как 2,1 вторая относится к 1,1 четвертой. Нам неизвестен крайний член пропорции. Используем основное свойство пропорции. Произведение крайних членов равно произведению средних членов. Выполняем действия в правой части. Для этого смешанное число 1,1 четвертую мы представляем в виде обыкновенной неправильной дроби. Выполнив в правой части умножение, мы получим 5 вторых. В виде смешанного числа представляем это 2,1 вторую. Чтобы найти А, неизвестный множитель, мы должны 2,1 вторую разделить на 2,1 вторую. Это достаточно очень легко выполнить, так как числа одинаковые при делении дают нам единицу. Значит, неизвестный член пропорции равен единице. Хочется обратить ваше внимание, что эту пропорцию можно было решить по-другому. Если вы посмотрите на правую часть, то нам можно выполнить деление двух смешанных чисел. И тогда мы получим более простую уравнение. 2, деленное на А, будет равняться 2. И чтобы найти неизвестное наше число А, мы должны 2 разделить на 2, ответ получаем единицы. Каким вы способом не решали, ответ получается одинаковым. Рассмотрим более сложные виды пропорций. Вашему вниманию предлагается три пропорции. Первое. 4 так относится к 5, как 2х относится к 15. Нам неизвестен средний член пропорции. Используем основное свойство пропорции. Выполняем умножение в правой части полученного уравнения и в левой части. Получаем 10х равно 60. Чтобы найти х, мы должны 60 разделить на 10. В результате получаем х, равный 6. Значит, неизвестное значение х будет 6. Вторая пропорция 5 шестых равно 10 деленное на 2х минус 3. Иногда вместо задания «решите пропорцию» фраза может звучать «решите уравнение». Но в «решении этого уравнения» будет использоваться также основное свойство пропорций. Применяем его. Чтобы решить данное уравнение, надо раскрыть скобки, применяя распределительный закон умножения. Находим неизвестное уменьшаемое. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо красности прибавить вычитаемое. Чтобы найти значение х, неизвестный множитель, мы должны с вами произведение разделить на известный множитель. В результате мы с вами получаем 7,5. Ответ 7,5. Рассмотрим последнюю пропорцию. 4 так относится к х минус 1,2, как 2 относится к минус 2,5. Используем основное свойство пропорции. Произведение крайних членов равно произведению средних членов. Выполняем действие. В левой части нам нужно применить распределительное свойство. Раскрываем скобки. В правой части выполняем умножение. Для того, чтобы найти неизвестное уменьшаемое, мы красности должны прибавить вычитаемое. получаем 2х равняется минус 7,6. Находим неизвестный множитель. х равно минус 7,6 делим на 2. х равно минус 3,8. Значит, ответом является минус 3,8. Хочется обратить ваше внимание, что это уравнение можно было решить без применения распределительного свойства. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Применяя основное свойство пропорции, мы получаем выражение. А дальше, если вы обратите внимание, что ваше неизвестное находится во втором множителе. Чтобы найти неизвестный множитель, мы с вами произведение должны разделить на известный множитель. Таким образом, мы минус 10 делим на 2, получаем минус 5. И находим неизвестное уменьшаемое. Ответ получается минус 3,8. Итак, ребята, сегодня мы с вами на уроке повторили основной материал по теме пропорций. Научились с вами и закрепили свое умение применять основное свойство пропорции при решении пропорций. Домашнее задание. Чтобы лучше усвоить вам этот материал, я предлагаю вам выполнить домашнее задание по учебникам. Если вы работаете по учебнику «Математика 6 класс. Автор Никольский», снова, пожалуйста, вернитесь в теоретической части пункт 1,4. И со страницы 236 выполните номер 1164 под буквами B, G, D. Если вы работаете по учебнику «Математика 6 класс. Автор Мерзляк», прочитайте, пожалуйста, параграф 20 и со страницы 121 выполните номер 620 под цифрами 1, 3, 6. Желаю вам успехов! Спасибо за внимание! Продолжение следует...